Екатерина Юрлова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону. Газета Р. Спорт. Екатерина Кулиничева и Екатерина Юрлова принесла России первое из 2009 года золото чемпионатов мира по биатлону. Газета Р. вспоминает невероятную историю новой героини Кантиол Ахти, которую несколько лет назад успели списать со счетов. Вторая неделя пошла. Два выходных дня на чемпионате мира по биатлону прошли спокойно. Хотя иначе в здешних краях небольших частных домов, стройных сосновых лесов и озер, кажется, и не бывает. Команды спокойно тренировались. Российские журналисты на приеме для прессы выиграли конкурс по выпеканию традиционных карельских пирожков. Так что первое российское золото Кантиол Ахти 2015 получилось кулинарным. Болельщики неспешно изучали магазины и музеи. Золотой подвиг Юрловой россиянка Екатерина Юрлова сенсационно выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону в Кантиол Ахти. Еще одна российская спортсменка. Центром местной жизни, вокруг которого сосредоточены и все связанные с чемпионатом мира события, является городок Яинсу с населением чуть больше 100 тысяч жителей. Именно здесь по вечерам проходят церемонии награждения. Здесь живут большая часть команд, многие болельщики и журналисты. Главная достопримечательность Яинсу – городской сетихал и театр, построенный в самом начале века знаменитым финским архитектором Лиэлем Тяоринианом. Яинсу – город весьма спортивный. Гостям региона предлагается множество вариантов активного досуга, от рыбалки до походов. А первый спортивный клуб здесь был основан вскоре после почты, полицейского участника и других учреждений первой необходимости лет за 70 до театра и музея. Там, в музее, кстати, специально к чемпионату мира устроили небольшую выставку, посвященную биатлону. Гвоздем программы стал стрелковый симулятор. Правда, рассчитан он скорее на чайников, даже отличающийся не самой правильной техникой и острым зрением корреспондент газеты. Попало пять из пяти лежа, точнее, сидя и стоя. Самые важные экспонаты принадлежат, конечно, лицу современного финского биатлона Кайсю Микорянина связаны с ее спортивными успехами. Сам биатлонный стадион в Кантиолахти находится от Яинсу в 15 километрах. В преддверии старта второй половины чемпионата мира несколько подогревал атмосферу слуха о том, что индивидуальную гонку у женщин могут перенести на более позднее время из-за шквального ветра. Но эти прогнозы не оправдались. Как и надежды на похолодание. Перед началом женской индивидуалки термометр показывал плюс два градуса Цельсия, а вокруг стадиона по-прежнему приходилось хлюпать по грязи и лужам допрыгать по деревянным, как в Венеции во время наводнения, мосткам. Шипулин совершил невозможное Шумилова рассказала о своем падении деревянной медали. Шипулин надеется, что серебро сделает его поспокойнее, а президент СБР Кравцов, хотя и самые спортивные из числа биатлонных болельщиков, в выходные опробовавшие местные трассы, рассказывали, что там, где еще несколько дней назад была лыжня, теперь расцветали весенние первоцветы. Впрочем, за несколько часов температура резко упала градусов на 6. И началось такое, что и представить себе было нельзя. Гонка характеров, чемпионат мира, только на первый взгляд очень долгий, почти двухнедельный турнир. На самом же деле все происходят стремительно. Спринт и гонка-преследование, первые индивидуальные виды программы пролетают моментально. И если они сложились неудачно, у тебя остается всего два шанса на личную медаль, индивидуальная гонка и масс-старт. Ко второй половине на этом чемпионате мира набралось достаточно амбициозных девушек, которым очень нужно было что-нибудь выиграть. И это заставляло ждать оставшуюся часть чемпионата с особенным интересом. Например, будущий бронзовый призер индивидуальной гонки Кайса Миккиаряйнин. Одной из лучших биатлонисток мира всю карьеру категорически не везло на самых важных стартах. Трудно поверить, но у нее нет ни одной олимпийской медали. Да и победа на чемпионате мира была всего одна, в 2011 году в Ханты-Мансийске. Вместе с завоеванным там же серебром это весь ее улов на мировых первенствах более чем за 10 лет в Большом биатлоне. Наверное, чтобы понять, что значит для двукратной обладательницы Кубков мира нынешний турнир, нужно оказаться здесь, в Северной Карелии. Увидеть, что ее лицо – везде, на автобусах и в музеях. Услышать, как трибуны в Канте-Олахте скандируют ее имя. А она кланяется им в ответ. По слухам, нынешний сезон может стать для 32-летней Кайсы последним. Она всерьез думает завязаться спортом. Можно себе представить, как ей не хотелось уходить, получив в резюме еще один холостой турнир. В индивидуальной гонке Кайсы с героическим выражением лица принялась вспахивать трассу с первых метров, но допустила два промаха. На рубеже затряслись ноги. Соперницы стреляли чище. После заключительного рубежа Микорянин уходила только четвертой. То, что она сделала на последнем круге, с трудом поддается осмыслению обычного человека. За три километра Финка отыграла 37 секунд. И уступила промахнувшийся на один раз меньше Габриэля Соколовой чуть более одной секунды. Это уровень сборной России сегодня. Романова посетовала на последний круг. Почуфарова – на трассу. А тренер мужской сборной Александр Касперович отметил положительную динамику. «Наверное, эту медаль действительно можно назвать облегчением», – призналась Микорянин после финиша. У Соколовой тоже были свои резоны выкладываться в этой гонке, как в последней. После яркого взлета несколько лет назад у Габриэлы случился кризис. В нынешнем сезоне ее много критиковали. Упрекали за лишний весовой на первые роли в сборной Чехии вышла быстроногая Вероника Вяткова. Соколова уже и успела принять ни одно и ни два поздравления с победой. Очень долго именно она была лидером. Но в числе стартовавших нашлась девушка с еще более впечатляющей историей. А в этот вечер где-то в небесной канцелярии медали, похоже, раздавали самым выстрадавшим, самым заслужившим и годами не окупившегося труда. Россиянка Екатерина Урлова за один день превратилась в классическую героиню истории спортивного успеха. Именно из-за таких историй, как у нее, миллионы людей во всем мире следят за спортом, а сотни тысяч годами истязают себя на тренировках в надежде повторить результат. Юрлова, девушка-поэт, биатлонистка пишет стихи и несколько лет назад выпустила сборник, выпала из основы сборной России по итогам сезона 1-13, в разгар эпохи Вальфганга Пихлера, чья система тренировок ей очевидно не подошла. Но и пришедший ему на смену Владимир Королькевич не спешил реанимировать ее спортивную карьеру. Юрлову практически в открытую называли бесперспективной спортсменкой, жертвой Пихлера, еще какой-то не такой. А она продолжала работать и надеяться на шанс, пусть с годами он и становился все более призрачным. Готовилась под руководством отца, ездила на сборы за свой счет то с мужской командой, то с кем-то еще, кто готов был взять ее с собой. На домашнюю Олимпиаду в Сочи она не попала. В декабре 2014 года Юрлова всерьез думала о завершении спортивной карьеры. Но папа уговорил отложить решение и съездить еще на один старт. Там она выиграла спринт и осталась в спорте. В нынешнем сезоне Юрлову снова не взяли на централизованную подготовку в первую команду. Летом она готовилась здесь же, в Кантиолахти, под присмотром бывшего тренера женской сборной России Анатолия Хованцева. Того самого специалиста, который был в запале уволен бывшим главой СБР Михаилом Прохоровым в прямом эфире во время женской эстафеты на чемпионате мира 2011 в Ханты-Мансийске. Понятно, что они нашли друг друга не случайно. Работать с Хованцевым Юрловой нравилось. Шиполин дорос до лидерства Ольга Зайцева, двукратная олимпийская чемпионка, исполняющая обязанности главного тренера женской сборной России, в интервью газете В начале зимы Юрлову отправили бегать на кубок, без каких-либо гарантий хоть когда-нибудь получить шанс на участие в Кубке мира. Туда она в итоге пробилась только в начале 2015 года, во многом благодаря невыразительным выступлениям тех, кого считали более перспективными. На предшествующем чемпионату мира этапе в норвежском Холмин-Колине Юрлова демонстрировала отличные скорости. И благодаря этому получила место в расширенном составе команды, практически в роли полузапасной. Тренеры женской команды не скрывали, Юрлова рассматривается максимум на одну гонку. Получись у основы более удачный спринт и пассют, не реши наставники дать отдохнуть в преддверии эстафеты Екатерине Шумиловой, она, возможно, и вовсе не вышла бы в Кантиолахти на старт. Кто же мог представить, что именно эта девочка прервет длившуюся с 2009 года, российскую серию беспобед на чемпионатах мира? «Это совсем не важно, сколько Юрлова была в сборной, а сколько нет», отмахнулся в ответ на вопрос корреспондента газеты «Рю». Легенда отечественного биатлона Виктор Маматов. «Дело в другом. Вы помните, как в 2011-м, кажется, году Катя промазала третий выстрел в эстафете, и после этого дрогнула. И все годы у нее это чувствовалось. А сегодня она выдержала. Я встретил ее сегодня в гостинице и вижу, глаза такие правильные и взгляд говорит, будем бороться». О правильном глазах Юрловой, в которых угадывалась будущая победа, в этот вечер в шутку говорили очень многие, в том числе глава СБР Александр Кравцов, едва не поспоривший об этом с кем-то из международных спортивных функционеров. А соперницы на пьедестале сказали Урловой, «Мы рады, что сегодня выиграла именно ты». В этой компании точно знают, что значит «слово заслужило». Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице биатлона.